Езда без оглядки для водителей осталась в прошлом. Они привыкли не только всматриваться вдаль в поисках сотрудников ГАИ, но и сбрасывать скорость буквально у каждого столба. Ведь на них могут быть расположены камеры и фото-видео фиксации. На территории Рязанской области уже установлено 44 фоторадарных комплекса, 20 стационарных комплексов, 37 передвижных автоматических регистратора и многое другое. Всего более 100 единиц специальной техники, передовые разработки современной инженерной мысли. Их установка завершилась в августе прошлого года и уже дала ощутимые результаты. Каждая пятая ДТП на территории Рязанской области происходит из-за несоответствия скорости условиям движения или превышения установленного скоростного режима. Так, в 2016 году по указанным причинам произошло 316 ДТП, в которых 41 человек погиб и 427 получили ранения. Здесь можно отметить, что снижение данного показателя аварийности в 2016 году на территории Рязанской области по сравнению с 2015 годом произошло более чем в два раза. Камеры видеофиксации расположены на самых опасных перекрестках города. Благодаря им водители стали вести себя осмотрительнее. Ситуация по числу ДТП уже улучшилась на пересечении Первомайского проспекта улицы Коширина, пересечении Московского шоссе с улицей Западной. Трассы федерального значения тоже не остались без внимания. Благодаря комплексам фото-видеофиксации снизилось число нарушений на трассе М5 и Рязансь по склепике. А вот невнимательные и спешащие водители рискуют приехать домой с большим числом квитанции о нарушении правил. Обработкой штрафов занимается Центр автоматической фиксации нарушений, которому в этом году исполняется 5 лет. В 2016 году сотрудниками Центра было вынесено более 1 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях. О наложении штрафа на общую сумму более 600 миллионов рублей. Комплексы фото- и видеофиксации продолжают развиваться. Совсем скоро они помогут сотрудникам ГАИ фиксировать не только превышение скорости, но и другие виды нарушений. Однако, несмотря на активную работу сотрудников автоинспекции, дорога по-прежнему остается местом повышенной опасности. Особая бдительность от водителей и пешеходов требуется на Северном обходе, Муромском шоссе, около Зеленинских двориков в Рыбновском районе, а также на 208 и 256 километре трассы М6. Будьте внимательны и соблюдайте правила, чтобы поездка по городу и на отдых принесла только положительные эмоции.